Как узаконить уже построенный дом? Для того, чтобы начать строительство наземных ЛПК или ИЖС, требуется специальная разрешительная документация. Раньше нужно было получить разрешение на строительство. Сейчас же его заменили на уведомительный порядок. АКС, построенный без специальных нормативных документов, считается самостроем. Такие сооружения не поставят на кадастровый учет. На них не получится оформить право собственности. Стоит также понимать, что на владельца самостроя будет наложен штраф, а администрация вправе потребует снести здание. Для начала с тебя лайк, подписка на канал и нажимай колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Поехали! Можно ли узаконить постройку уже построенного дома? Для этой цели была введена так называемая дачная амнистия. По сути, представляет собой она упрощенный порядок регистрации сооружений. В этот закон постоянно вносятся коррективы. Узаконить самостроек, как указывается в законе, можно двумя способами. Административным или через суд. Лучше изначально обращаться в администрацию, в суд после того, как другие методы дадут ноль результатов. Административный порядок. Довольно часто все вопросы с узакониванием постройки решаются уже на административном этапе. При этом схема действий схожа с той, что была, если бы дом еще вовсе не был построен. Итак, что требуется? Первое. Подать заявление о начале строительства. Зачастую представители властей на этом этапе не выезжают на место постройки. Им достаточно проверить категорию земель, ее расположение и важные характеристики. Поэтому часто даже на построенные дома можно получить положительный ответ. В результате администрация отправит уведомление. Именно оно и является необходимой разрешительной документацией. Два. Теперь на руках у владельца недвижимости будет два уведомления. Заявление, которое подавалось в администрацию, и ответ от администрации, приравнивающийся к этому разрешению. Третье. Заключение договора на покупку техплана. Это важный документ, без которого приступать к строительству закона нельзя, по нормам текущего законодательства. Оформлением техплана вправе заниматься только аккредитованные специалисты. Вы можете обратиться к нашему кадастровому инженеру. После заключения договора геодезист приезжает на объект и на основании полученных измерений составит технический план. Четвертое. Надо будет снова обратиться в муниципалитет. Нужно уведомить госорганы о том, что строительство закончено. К заявлению, оформленному по специальному образцу, прилагается и технический план. Затем следует проверка дома. Недвижимость обязательно должна соответствовать указанным ранее характеристикам. Если нарушение не будет выявлено, то человек получает уведомление о соответствии сооружения. По сути, это уже окончание процедуры. Администрация сама передает документы в РОС-реестр для внесения в общую базу. Стоит отметить самый простой вариант узаканивания недвижимости. Им возможно воспользоваться, если дом был построен на землях ЛПХ или ЖС, на землях СНТ до 2021 года. При этом сооружение должно соответствовать ряду критериев. Первое. Высота сооружения составляет не более 20 метров. Его этажность не превышает трех этажей включительно. Второе. Дом неделимый. То есть проживает в нем одна семья, а не несколько. И, конечно же, он делится на комнаты. Третье. Сооружение не используется в коммерческих целях. Например, для сдачи в аренду, как санаторий и тому подобное. Обязательно, чтобы построенный новый дом соответствовал этим критериям. В противном случае уведомительный порядок не распространяется на него. Уважаемые подписчики и будущие покупатели недвижимости. Специально для вас, от юриста практика, я подготовил онлайн-курс, как самостоятельно можно проверить продавца недвижимости, куда я собрал свой весь многолетний опыт участия в судах, после прохождения которого вы сможете минимизировать риски при покупке недвижимости. Для этого вам надо перейти на мой YouTube-канал Евгений Корсакин, перейти во вкладку «Онлайн-курс». Переходите на сайт. Здесь вы можете ознакомиться с подробной информацией. Цена небольшая, всего 950 рублей. Движемся дальше. Если новый дом построен вместо старого. Довольно часто возникает ситуация, старый дом сносится, а на его месте строят новый дом. Но разрешение при этом собственник не получил. Ведь считать, что это не нужно. Ведь у старого дома были все бумаги в наличии. Он был поставлен на кадастровый учет. В таком случае также нужно действовать, но по другому алгоритму. Первое. Обращаемся в администрацию. По сути, процесс идентичный описанному выше. Второе. Снимаем старый дом с кадастрового учета. Обязательно нужно заказать у кадастрового инженера акт обследования. Сделать вы это можете у нас. Третье. Подаем заявление в Росреестр о снятии старого дома с учета. Также это можно выполнить через МФЦ. Четвертое. Если от администрации получен положительный ответ, то заказывают технический план сооружения. Пятое. Подаем заявление об окончании строительства и оформленный ранее технический план. Когда проверка будет закончена, владелец дома получит уведомление. Если нарушение не обнаружено, то в уведомлении это пропишется. Дом будет поставлен на кадастровый учет вместо старого. Что делать, если администрация отказала? Увы, но ситуация, когда администрация отказывает, это не редкость. При этом получить отказ можно на любом шаге выполнения этой процедуры. В таком случае придется решать вопрос через суд. Для этого потребуется собрать следующий пакет документов. Первое. Официальный отказ администрации. Второе. Выписка из ЕГРН на земельный участок. Третье. Технический план на новый дом. Четвертое. Согласование с контролирующими органами. Пять. Согласование от коммунальных служб. И шесть. Договор с проектной компанией. Сооружение должно соответствовать строительным нормам, чтобы убедиться в этом заказу строительную экспертизу. Если нарушение не будет выявлено, то эксперт предоставит соответствующий документ. Он является главным доказательством в суде. То, что АКС соответствует параметрам, заставляет суд встать на сторону застройщика. Но есть один нюанс. Если эксперт выявит такое нарушение в постройке, то он обязательно отметит это в документах. Понятно, что такое заявление будет бесполезно в суде. Поэтому нужно устранить все нарушения, а только потом заказывать услугу, чтобы не тратить лишние деньги. Но, конечно, бывают нарушения, которые устранить невозможно. К примеру, дом расположен близко к участку соседей. Менее чем 3 метра. Рациональный вариант – договориться с соседями. После того, как вы соберете все документы, можно подавать иск в суд. В этом документе прописать нужно данные об ИСЦ и ответчике. Характеристики недвижимости. Нужно обосновать все свои требования. Приложить документы и оплатить госпошлину. Для составления такого иска вы можете обратиться к нашему юристу по номерам телефонов, которые указаны в описании под видео. В ходе разбирательства суд рассматривает все доказательства. Если информации недостаточно, то могут потребоваться дополнительные экспертизы. При этом экспертизы эти оплачивает именно ИСЦ. Внесудебное исследование обойдется дешевле, чем назначенное судом, что тоже требует учитывать. Суд по вопросу недвижимости может длиться довольно долго. К этому тоже нужно психологически подготовиться. В каких случаях суд встает на сторону ИСЦ? Первое. Дом соответствует всем градостроительным нормам. Второе. Проживание в нем безопасно для людей. Третье. Постройка соответствует категории земли. Четвертое. Постройка недвижимости не нарушает права соседей. Если эти требования выполнены, то дом сохраняется. Затем нужно подать заявление в Росректор и приложить к нему решение суда. В течение 10 дней выписка из-за ИГРМ будет получена. Приобретательная давность. Случается, что люди живут в построенных самолично домах без законных оснований, десятилетиями. Никаких претензий администрации им не предъявляет. Но если владелец захочет в законе сооружения, на самом деле, если дому более 15 лет, оформить закон его можно по приобретательной давности. Важные аспекты. Первое. Дома должно быть 15 лет или более. И это нужно доказать. Квитанции, свидетельство соседей. Пригодится все. Второе. От администрации не было претензий. В течение всего срока пользования недвижимостью не было никаких уведомлений. Если условия соблюдены, то владельцу не имеют права отказать в оформлении дома таким образом. Какие моменты нужно учитывать? На самом деле, в этой процедуре есть масса нюансов и сложностей, которые нужно учитывать. Есть несколько факторов, которые не дают узаконить недвижимость в любом случае. К числу таких факторов относятся. Первое. Несоответствие категории земли. К примеру, если на землях сельхозназначение разрешено огородничество, а не садоводство, то суд не встанет на вашу сторону. Второе. Нет прав на земельный участок. Обычно это право собственности, но может быть и наследуемое владение. Договор пожизненной аренды. Если земля формально не принадлежит владельцу дома, то узаконить его не получится. Третье. Несоответствие нормам. Наличие коммуникации или возможности их подключения. Безопасность для проживающих людей. Это важные аспекты. Дом не должен нарушать права соседей. Зачем нужно узаконивать дом, который уже построен? Власти выявляют такие сооружения, и когда их станет известно государству, то будет. Первое. Штраф за самовольную постройку. Второе. Иск от администрации. Возможен снос самостроя. И третье. Оплата налога за последние три года. Понятно, что с жилым домом, который был построен самовольно, не получится совершить никаких сделок юридического характера. Его нельзя продать, подарить, оформлять как наследство. Как перевести из нежилого в жилой дом? Важно, чтобы сооружение соответствовало требованиям. Возможно, понадобится перепланировка или переустройство. Итак, надо обращаться в администрацию с заявлением, документом, удостоверяющим личность и подтверждающим право собственности. Также необходим проект при переустройстве или перепланировке помещения. И заключение о соответствии помещения требованиям, которые приявляются к жилым помещениям. Все документы, необходимые для подачи в администрацию или в суд, могут выполняться нашими специалистами. Вконтакте в описании. А получить консультацию по своему вопросу вы можете по телефону, который указан ниже. Если видео было полезным, ставим лайк, нажимаем подписку на канал и колокольчик для получения уведомления о новом выпуске. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!